Как вы думаете, можно до начала торговли, проанализировав график, понять, куда сегодня с высокой вероятностью пойдет цена? Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту и сегодня я расскажу об углубленном методе свечного анализа, который помогает с высокой вероятностью оценить поведение цены. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется, поэтому не стоит переходить торговлю на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. В первой части расскажу о том, на что нужно обращать внимание, когда вы анализируете цену. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. Тест будет более длинным, чем обычно, напишите в комментариях какой формат теста лучше, как обычно или как сегодня. А в конце занятия подведем итоги тестов. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Первый критерий оценки свечи – ее направленность. Для оценки нам не понадобятся сложные инструменты, достаточно простой оценки на глаз. Если тело свечи занимает примерно 60-70% от всего диапазона, то такая свеча сформирована трендом. Если тело свечи небольшое, примерно 30% от диапазона или меньше, то такая свеча сформировалась либо на боковом, либо на разворотном движении. Следующий критерий – волатильность. Волатильность определяется диапазоном движения цены за временной интервал. Условно можно свечи разделить на три группы. Высоковолатильные. При этом, если у волатильной свечи высокая направленность, то такую свечу будем называть доминирующей. Неважно, рост это или снижение, нам нужно обращать пристальное внимание на доминирующие свечи, так как их появление часто говорит о новом притоке капитала, после чего движение продолжится с новой силой. Вторая группа – свечи со средней волатильностью. Направленные свечи со средней волатильностью – это трендовые свечи, чаще всего это спутники доминирующих свечей. Последний тип – низковолатильные свечи, их появление чаще всего говорит об ослаблении движения. Теперь посмотрим, как анализировать поведение двух свечей. Если мы видим пробой максимума свечи 1 и закрытие второй свечи выше диапазона – это сигнал на продолжение движения. Сигнал сильнее, если он сформирован доминирующей и трендовыми свечами. Если свеча пробила диапазон предыдущий, после чего закрылась внутри диапазона – это говорит об ослаблении движения. Обращайте внимание на силу пробоя и куда вернулась цена. Если закрылась в верхней части диапазона, то это говорит о небольшом ослаблении. Но если цена второй свечи закрылась в зоне минимума первой свечи – это говорит о значительном ослаблении движения. В том случае, когда закрывается ниже диапазона первой свечи – это говорит о высокой вероятности смены локального тренда. Мы рассмотрели вариант, когда цена пробивает максимум свечи 1, а сейчас рассмотрим вариант, когда пробоя нет. На данной схеме оба варианта говорят о слабости на продолжение, но продолжение тенденции в первом случае выше чем во втором, поэтому при формировании первого варианта продолжение движения происходит чаще. В том случае, когда цена второй свечи закрывается вблизи минимума первой, это говорит об ослаблении движения. Если пятый пример говорит скорее о заминке, то шестой о слабости. В том случае, когда цена второй свечи пробивает минимум первой и закрывается вблизи минимума диапазона, готовимся к смене локального тренда. Сильнее этого случая только следующее. Когда цена не только пробивает, но и закрывается ниже диапазона. Когда на графике появляются такие свечи, ждем локальный разворот. Несмотря на то, что мы быстро проговорили основные моменты анализа, тема очень непростая. Потому что помимо того, что рассказал, нужно оценивать взаимодействие формируемых свечей и уровней. Также нужно учитывать, как это соотносится с локальными и глобальными трендами цены. Хорошо бы еще оценить поведение объема, не забывая оценивать направленность и волатильность. В коротком ролике всего не охватить. Но если ролик соберет достаточно лайков, я пойму, что тема вам интересна и продолжу. А сейчас переходим к тесту. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. Как обычно, тест можно пройти в режиме норма, верный ответ дает 1 балл, а ошибка 0. Или в режиме чемпиона, тогда верный ответ также приносит 1 балл, но за ошибку 1 балл списывается. Это более жесткий режим и его стоит применять только если чувствуете в себе больше сил. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного. Пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Сегодня мы будем оценивать дневной график. Какой-то инструмент расскажу в конце теста. Задача заключается в том, чтобы определить доминирующее направление работы. То есть, если ожидаем движение вверх, покупаем, вниз – продаем. А если видим неопределенность – ждем. При этом оцениваем весь график, детально анализируя последние две свечи. Так как я это рассказал вам ранее. Красным и зеленым цветом я отметил на графике доминирующие свечи. Если все понятно, тогда начинаем. В данном случае мы видим классический вариант продолжения движения. В нашем случае это была первая комбинация свечей, которая подсказывала продолжение движения вниз. Кто выбрал продажу – очень хорошо, поставьте себе 1 балл. Сегодня мы будем анализировать шаг за шагом каждую свечу. Поэтому предыдущий ответ будет текущим вопросом. Как и в прошлый раз, вам нужно сказать, что выбираете – покупку, продажу или ожидание. Готовы? Хорошо, тогда начали. Кто увидел слабость на продолжении и ждал снижения – молодцы, поставьте себе 1 балл. Третий пример. Приготовились. Начали. Данный пример может показаться сложным, но здесь мы в начале дня ожидали снижения и поменяли свой прогноз только после того, как цена пробила максимум. Поэтому правильный ответ – продажа. Если кто из вас увидел формирование локального разворота и объяснил это, добавьте себе еще 1 балл. Четвертый пример. Готовы? Начали. Две свечи, те, что анализировал, они выделены желтым маркером, формируют сильный сигнал смены направления. Поэтому те, кто рассчитывал на рост, поставьте себе 1 балл. Также зеленая свеча была доминирующей. Пятый пример. Приготовились. Начали. Кто рассчитывал на продолжение роста, оказался прав. Поставьте себе еще плюс 1 балл. Те, кто увидел, что цена вернулась в диапазон недавнего боковика, добавьте себе еще 1 балл, потому что это серьезный сигнал для оценки движения. Шестой пример. Приготовились. Начали. Кто выбрал работать в лонг, поставьте себе плюс 1. Кто при этом принял в расчет подход цены к уровню, добавьте себе еще 1 балл. Седьмой пример. Приготовились. Начали. Сложный пример, потому что цена подошла к уровню и показала слабость. Но в то же время нельзя игнорировать сильный рост прошлых дней. Что же в таком случае делать? Консервативный вариант подождать. Агрессивный вариант работать в шорт, но не рассчитывать на большую цель. Ограничиться ближайшим уровнем и только после его пробоя рассматривать шорт серьезно. Кто вход в шорт обосновал похожим образом, поставьте себе 1 балл. Восьмой пример. Готовы? Начали. Вот это интересно. Цена становилась на уровне. При этом последние анализируемые свечи говорили о продолжении движения. Ситуация неопределенная, поэтому лучше подождать. Девятый пример. Приготовились. Начали. Очень интересный пример. Кто сказал, что на пробои черной свечи будет работать лонг, очень хорошо. А если вы при этом вспомнили про уровень сопротивления, оценивая его как цель сделки, добавьте себе еще один балл. Но это не все. Цена снижалась и показала слабость на подходе к уровню. Поэтому, кто сказал, что на пробои уровня будет работать в шорт, также поставьте себе 1 балл. Таким образом, чем более продуман план, тем больше баллов на нем заработаете. Ну а как в итоге прибыли? Пример 10. Приготовились. Начали. Здесь все просто. Кто увидел высокую вероятность продолжения роста, добавьте себе 1 балл. Пример 11. Приготовились. Начали. Как и в прошлом варианте, здесь продолжаем работать в лонг. Пример 12. Приготовились. Начали. Интересный пример. Когда формируется пин-бар на тренде, это чаще всего говорит о слабости текущей тенденции. Но слабость еще не разворот. Поэтому в данном случае лучше, чтобы цена показала больше информации. Пример 13. Готовы? Начали. Не смотря на то, что свечи показывают продолжение движения, ситуация неопределенная. Сравните разворот, помеченный зеленым маркером, и желтым. В первом случае цена сразу пробила максимум черной свечи и активно продолжила рост. А во втором, за 2 дня, цене удалось едва ли преодолеть только 2 трети зеленой свечи. Что явно говорит о слабости движения. В такой ситуации лучше подождать. Пример 14. Готовы? Начали. Опять ситуация неопределенная. С одной стороны, цена может снизиться до ближайшего уровня. С другой, сильная восходящая тенденция. Поэтому те, кто выбрал стратегию ждать, могут добавить себе еще один балл. Пример 15. Готовы? Начали. Если вы выбрали ожидания, то оказались правы, потому что данное движение нужно использовать на небольшом таймфрейме, строго внутри дневных сделках, либо ждать более ясные картины. Пример 16. Готовы? Начали. Пример 16. Готовы? Начали. Данный пример очень поучителен, потому что, во-первых, на графике сформировалось подобие треугольника, мы видим уменьшение волатильности движения цены, что часто приводит к импульсному продолжению движения. А во-вторых, если все неопределенное движение свести к одной свечи, эту свечу показал синим контуром, то увидим типичную свечную конфигурацию продолжения движения. Пример 17. Готовы? Начали. Думаю, этот пример не вызвал вопросов. Кто ждал продолжения движения вверх, поставьте себе плюс. Пример 18. Приготовились. Начали. Этот пример тоже простой. Кто решил торговать лонг, поставьте себе плюс. Правда, здесь можно отметить небольшое затухание волатильности. У последней свечи диапазон в два раза меньше предыдущей. Пример 19. Приготовились. Начали. Оценка не подтвердилась. Нужно ли было в такой ситуации ждать роста? Да, конечно. Но такой свечной анализ – это не единственный инструмент. Помимо этого, нужно смотреть на те уровни, к которым подошла цена, и как себя ведет внутри дня. Так что этот метод только один из инструментов. Кто ждал продолжения движения, поставьте себе плюс. Кстати, это совсем не означает, что вы весь день шортили. Это только означает, что первоначальный прогноз был покупать. Пример 20. Приготовились. Начали. Мы с вами недавно подобную ситуацию уже подробно обсуждали. Здесь логика похожа. Цена импульсно выросла, а на откате смогла пройти только две трети от свечей роста. Поэтому до текущего момента ситуация неопределенная. Мы на финише. Это последний пример. Готовы? Начали. Импульсное движение вверх, после чего откат и на нем сформировался сигнал смены направления. Это хороший сигнал к росту. Так что кто выбрал покупку, прав, поставьте себе плюс. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько комфортны такие длительные тесты. И скажите, сколько вопросов в тесте, на ваш взгляд, оптимально. В начале теста обещал рассказать, что за инструмент мы анализировали. Так вот, мы с вами шаг за шагом изучали нефть сорта Brent. Специально взял этот инструмент, чтобы разобрать участок с разворотом цены. Сегодняшний урок это как бы развернутое предложение моего ролика про сделку от 4 сентября 2020 года, где предположил конец отката нефти в зоне уровня 37 долларов. Понимаю, что для анализа графика таким образом хорошо иметь схемы под рукой. Поэтому те, кто хочет быстро получить эту презентацию, напишите в комментариях к видео, какую самую важную мысль или идею вы узнали из сегодняшней встречи. А сейчас просуммируйте набранные баллы, потому что мы переходим к подведению итогов теста. Если вы набрали 6 баллов или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если набрали от 7 до 15 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно продумать и проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 16 до 18, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 19 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, используя примеры из этого урока на других графиках. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий. Расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!